Здравствуйте, друзья! Это очередной выпуск, в котором вы узнаете о самых интересных событиях из автомобильного мира. И сегодня я расскажу вам о таком. Acura представила новое поколение седана TLX. Nissan анонсировал 12 новых моделей. В Mercedes пояснили, почему у новых E-класс купе и кабриолет нет версии с V8. Acura представила новое поколение седана TLX. Новая четырехдверка стала настоящим откровением для бренда. Ведь спустя 10 лет в компании таки решили возродить спортивную версию Type S и подарить автомобилю парочку новых моторов. Но обо всем по порядку. Новинка построена на новом оригинальном шасси с двухрычажной подвеской спереди и многорычажкой сзади с векторным управлением крутящего момента, что обеспечивает больший момент и его более быструю передачу. А также может оснащаться тормозной системой с электросервоприводом. Данные тормоза были разработаны для спорткара NSX, но сейчас доступны и для младших моделей компании. А вот дизайн новинки целиком и полностью повторяет концепт Acura Precision. Здесь используется та же пятиугольная фирменная решетка радиатора, новая передняя и задняя светодиодная оптика и стремительные линии кузова с немного заваленной задней стойкой. А версия Type S выделяется еще и массивным бампером, огромной четырехствольной выпускной системой и двадцатыми дисками. Обычная версия оснащается восемнадцатыми, а под заказ доступен девятнадцатый вариант. Родство с концептом прослеживается и в салоне. Та же структура и формы торпеда, плавно перетекающего в центральную консоль, над которым возвышается десятидюймовый экран мультимедиа. А дополняет картину отделка из алюминия, дерево и кожи. А версия Type S может предложить еще и спортивное кресло с развитой боковой поддержкой и трехспицевый руль со скошенной нижней гранью. Отдельного внимания заслуживает фирменная акустическая система, получившая множество наград, и поворотная ручка с выбором режимов работы, которая расположилась в центре всего этого театра и намекающая на довольно неплохой спортивный потенциал автомобиля, который гарантируется двумя новыми моторами. Это двухлитровая турбочетверка с отдачей в 272 силы и 380 ньютон-метров крутящего момента, а для версии Type S трехлитровая V-образная шестерка с двойным турбонаддувом. Самое печальное, что компания пока не раскрывает силовые показатели данного агрегата, но издание Motor1 утверждает, что заряженная версия получит отдачу в 380 сил и 475 ньютон-метров крутящего момента. Оба варианта комплектуются новым десятиступенчатым автоматом и полным приводом, а для обычной версии доступен еще и вариант с передним приводом. Новинка поступит в продажу уже этой осенью. Стоимость за базовую версию составит 30 тысяч долларов. Ниссан анонсировал 12 новых моделей, которые компания планирует выпустить в течение следующих 18 месяцев. Как я уже говорил ранее, японский производитель переживает далеко не лучшие времена, и новые модели помогут компании выбраться из-за тяжного кризиса. Если верить официальному трейлеру, в ближайшем будущем производитель планирует представить новое поколение Ниссан Ноут, Мурано и Кэшкай, ну и конечно же преемника Ниссан 370Z, который по слухам получит более традиционный дизайн в духе первых моделей данной линейки и абсолютно новый двигатель. Также компания намерена закрыть часть заводов. Это предприятие в Испании, Индонезии и Таиланде. И сосредоточиться на таких рынках, как Япония, Северная Америка и Китай. И в свою очередь, производитель покинет Южную Корею и закроет производство Datsun в России. В Мерседес пояснили, почему обновленный Е-класс купе и кабриолет не получат версию с V-образной восьмеркой. Все дело в том, что нынешняя модификация с индексом E53, по мнению производителя, является наиболее подходящей для данных моделей. И учитывая, что автомобили в кузове купе и кабриолет никогда не славились высокими продажами, вариант своеобразной восьмеркой был бы лишним. Самое парадоксальное, что при запуске нынешнего поколения в Мерседес были другого мнения на этот счет и очень жалели о том, что в свое время не предложили покупателям версию с индексом 63. А в будущем и подавно ничего подобного не случится, ведь компании нужно инвестировать огромные средства в электрокары, так что Е-класс купе с V8 мы уже вряд ли когда-нибудь увидим. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. И не забывайте о нашем инстаграме, ссылка на который есть в описании к этому ролику. Всем удачи, пока!